Организаторами очередного правового часа являются прокуратура Новочебоксарска, Чувашское региональное отделение общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России. Осветил вопросы соблюдения законодательства в области трудового законодательства помощник прокурора города Татьяна Лукина. По ее словам, самыми распространенными нарушениями на сегодняшний день являются выплаты зарплаты один раз в месяц. В трудовых договорах работников и правилах внутреннего трудового распорядка не установлены ни выплаты зарплаты. При выплате заработной платы работодатель не выдает расчетный лист и многое другое. Каждый третий четверг месяца в Центральной библиотеке прокуратуры Новочебоксарска проводится правовой час для граждан города. Сегодня тема правового часа – обеспечение прав граждан на оплату труда, разъяснение трудового законодательства. Чаще граждан интересуют вопросы по факту несвоевременной выплаты заработной платы и порядка оформления трудовых отношений. Выступлением служителей Фемида охвачены были также проблемы выплаты заработной платы в конвертах. Вопросы привлечения к трудовой деятельности без оформления трудового договора. Изменениями, которые вступили в силу с 3 октября 2016 года, работодатель обязан выплатить заработную плату не позднее 15 дней, спустя период, за который он был начислен. То есть за целый месяц января работодатель должен выплатить заработную плату не позднее 15 февраля. Аванс за февраль работодатель должен выплатить не позднее 28 февраля. Надзор за соблюдением трудовых прав граждан – одно из важных направлений деятельности органов прокуратуры. Участники правового часа смогли задать интересующие вопросы в этой сфере и получить ответы сотрудников городской прокуратуры. Отметим, что на правовых часах затрагиваются различные темы, касающиеся не только трудового законодательства, но и нарушений в других сферах.